Научно-практически международный Тот, кому по условиям работы и жизни посчастливится, попасть, то есть он имеет время для этого, то можно туда свободно приехать. Значит, конференция называется так. Ленин в современном мире, на этом музейном комплексе Сарай и Миколаев. Ленин в разливе 22 апреля 2009 года, начало 20 часов. Санкт-Петербург, козел в разливе, пришел в следующее. Доклады. Баенев Валерий Федорович, доктор экономических наук, профессор тактера менеджмента Белорусского государственного университета. Соклад у него такой, ленинская формула, техника, технологического прорыва в будущее и ее современное содержание. Второй. Валович Василий Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий как-то политической экономии Санкт-Петербургского горного института. Градящий катастрофу и как с ней бороться. Ленин в свете нынешнего, Ленина в свете нынешнего экономического пресса. Волков Валерий Степанович, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Градящий катастрофу и как с ней бороться. Ленин о роли интеллигенции в обществе. Гаршин Борис Николаевич, кандидат экономических наук, полковник милиции, заместитель главного редактора Российской общественно-политической газеты «Народная правда» о мерах по сохранению ленинского культурно-исторического наследия. Герасимов Иван Михайлович, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Ленина бороться на сущные интересы рабочего класса. Ельмеев Василий Яковлевич, доктор философских наук и доктор экономических наук, заслуженный реактор науки Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Ленин об историческом материализме и его критиках. В столетии выхода книги Ленина «Материалитм и империи критики». Еременко Владимир Иванович, советник, председатель Заграждательного собрания Санкт-Петербурга. Ленин и сильное государство как историческая необходимость для России. Восьмой доклад. Есипов Виктор Ефимович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой цена образования и оценочной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Ленин о политэкономии переходного периода. Зуйков Владимир Андреевич, депутат Заграждательного собрания Санкт-Петербурга. Ленинская диалектика классовая национальность. Измозик Владимир Семенович, доктор исторических наук, профессор Северо-Западного государственного заочного технического университета. Рудник СН, февраль и октябрь 1917 года, этапы Второй Российской Революции 1917-1921 годов. Казионнов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, Ленинское исследование диалектического метода познания. Комаров Виктор Дмитриевич, доктор философских наук, профессор Государственной морской академии Макарова, действительный член Петровской академии науко-искусства, источники и составные части ленинизма. Мутагиров Дымал Зейнбургдинович, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, марсист-корейнское понимание государства. Налиевкин Леонид Александрович, кандидат исторических наук, заведующий филиалом Государственного мемориального музея обороны блокады Ленинграда, Ленинский стиль управления массовой идеологией в военное время. Назиров Анатолий Эйзелевич, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского университета сервиса экономики, логические основания ленинизма. Никифоров Александр, аспирант факультета философии и политологии, Санкт-Петербургского государственного университета, современные процессы глобализации и теории империализма Ленина. Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского университета путей сообщения, Ленин и критика современных идеалистических концепций и общественного развития. Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Ленин и советской власти как в высшем типе демократии. Рифкин Борис Еремеевич, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры и историко-культурного музея комплекс в Разливе. Краткий очерк истории большевистской организации «Честра Рецка». Рубикс Альфред Петрович, председатель социалистической партии Латвии, Соединенные Штаты Европы, как их видел Ленин и какие они сегодня, на примере Латвии. Сидоров Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Вопросы на века, Ленин и Толстой. Шефнер Евгения Олеговна, старший научный сотрудник Государственного музея политической истории России начала XX века. Москва. Человек будущего. Турченко Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор Новосибирск, актуально-свезденского определения класса. Тюлькин Виктор Аркадьевич, депутат Государственной Думы Российской Федерации 4-го созыва «Время как мыслитель». План проведения конференции. Сбор участников у выхода из метро «Черная речка» 9.45, 22 апреля. Проезд специальным автобусом до музея «Жалаш» 10.10.10.40. Два автобуса заказаны. Третий парк. Наш второй по важности перевыш. Начало конференции 11.00. Завершение 16.00. Куршет 16.30. Отъезд 17.30. Конференции проводятся по поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, Администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры, Историко-культурный музейный комплекс в Разливе, Российская общественно-политическая газета «Народная правда» и ОАО «Третий парк». Вот такая будет проходить конференция, Она уже третий раз проходит, регулярно довольно-таки. Ну и для политологов, я думаю, довольно интересное мероприятие. Посмотреть, как сегодня с разных позиций оценивается Такая значительная политическая фигура, Какая опять фигура Ленина. Тем более, что по поводу этой фигуры Велись, ведутся и будут вестись и споры И обсуждение ее роли в истории Позитивного, негативного В зависимости от того, как и в том, С каких позиций рассматривают эти процессы. Вот. Все, кто желает посидеть, пожалуйста, Без этого не идти. Итак, начнем сегодняшнюю лекцию. Общественно-экономическая формация. Общественно-экономическая формация. Вопрос об общественно-экономической формации Это довольно сложный вопрос И в то же время очень важный вопрос. Он очень важный, можно сказать, даже ключевой, Но не настолько важный, чтобы сделать вывод, Что если я знаю учения в общественно-экономической формации И могу отнести ту или иную страну Или ту или иную цивилизацию К общественно-экономической формации, То я все сказал, что нужно сказать Про эту страну, про это общество, Про эту цивилизацию. Точно так же, как Скажем, необходимым условием понимания человека И является понимание анатомии человека. Надо знать Устройство организма человека, Надо знать, что у него есть череп, У него есть Спиной кребет, У него есть спиет, У него есть мышцы, Определенные внутренние органы и так далее, Но При том, что это абсолютно необходимо Для понимания человека, Это совершенно недостаточно Для того, чтобы мы полностью раскрыли личность Какого-то вполне определенного человека. Потому что личность уникальна И неповторима. И поскольку она уникальна и неповторима, Нельзя сводить Единичное к общему. В каждом единичном есть общее, Но Единичное к общему без остатка Не сводим. Вот это очень важно Иметь в виду С точки зрения Методологии И подхода к решению этой проблемы, Потому что если мы Это не учитываем, То у нас тогда Будет такое механическое понимание Этого вопроса. То есть если я изучил, Что такое экономическая формация, Знаю, что такое Общественная экономическая формация, То я вроде бы Все и решил, Все вопросы разобрал. Однако это совсем не так. Это скорее Не достаточное, А необходимое условие. Но если это необходимое условие, То это нужно знать Достаточно ясно И достаточно хорошо. Потому что если мы Не представляем необходимых условий, Если мы это достаточно хорошо И ясно не изучили, То и дальнейшее движение В общем-то не имеет смысла, Потому что единичное Без того, чтобы в этом единичном Различать особенное и всеобщее, Тоже это такое единичное, Которое не изучено Должным образом. То есть точно так же, Как каждая личность, Это человек. Личность как человек, Значит, имеет то, Что общее для всех людей. А то, что является Общим для всех людей, Это уже дело не Изучением этого специфического человека, А дело изучения человека Как вида, А не только как индивида. И если каждый отдельный человек Смертен, То человечество, Или человек как человечество, Бессмертно. И каждый человек, Поскольку он содержит в себе Что-то общее, Всеобщее, Принадлежащее человеку, Человеку, Как человечеству, Он тем самым бессмертен. В той части, В какой он содержит в себе Вот это общее. Как вот известно, Что сущность человека В общественных отношениях, В отношениях с другими людьми. То, что сделал человек, Это, прежде всего, То, что он сделал Для развития производительных сил. Люди приходят в этот мир, Принимают те производительные силы, Которые достались от других поколений, Изменяют эти производительные силы, Развивают эти производительные силы, И тем самым, Передают эти производительные силы Другим поколениям. И таким образом, Образуется связь В человеческой истории. Из чего состоят Производительные силы? Можно сказать, Что производительные силы Состоят из двух элементов. Это люди, Работники, Или рабочие, И Средства производства. Изначально это орудия труда, С помощью которых Первобытный человек Добывал средства существования, Загладил огонь, Поддерживал тепло, Обеспечивал свою жизнь. И дальше больше С развитием орудий труда, Связанное и Развитие человечества в целом. То есть, Можно сказать, Что производительные силы, Это люди, Работники, И Средства производства. Но вот так, Если сказать, Получается, Что у нас В одной стороне Работники, В другой стороне Средства производства, Хотя на самом деле Нет такого Разложения На составляющие, На самом деле Есть Некое единство Работников Со средствами производства, Если мы говорим О живом Производстве. Правильно? То есть, На самом деле, Можно сказать так, Есть работники, Вооруженные Средствами производства. Можно, Конечно, Сказать, Что есть Средства производства, Которые Держат в руках Работники, Которые Приводят В движение Работники, Но это мы Как бы уже С обратной Сороны, С конца Берем. А правильная Картина состоит В том, Что есть Работники, И они Приводят В движение Средства Производства, И благодаря Этому Совершается Производство. Что такое Производство? Мы с вами Изучали. Производство Есть процесс Присвоения Предметов Природы В рамках Определенной Формы Общества И посредством Ее. Поэтому, Если я буду Говорить Только о том, Что есть Производительные Силы В виде Работников Со средствами Производства, Я еще не взял Производство Как производство. Потому что Производство, Повторяю, Это процесс Присвоения Предметов Природы В рамках Определенной Формы Общества И посредством Ее. Значит, надо взять те отношения людей, в которые люди вступают для того, чтобы производить. Вот те отношения, объективно необходимые, не какие-то случайные, а те, которые объективно необходимы для того, чтобы можно было производить, и называются производственными отношениями. И вот это единство производительных сил, которые действуют в рамках данных производственных отношений и образуют производство, представляет собой способ производства. Определенность этому способу производства дают производственные отношения. По типу производственных отношений различаются способы производства. Всего, за всю историю науки, выделено всего лишь пять способов производства. И еще один способ, который мы должны рассматривать как дополнительный и в известном смысле исключительный. Это первобытно-общинный коммунизм или первобытно-общинный способ производства. Почему говорят коммунизм? Поскольку коммунизм означает не более, чем общий коммунизм. Комунизм означает общий. Если возьмете первобытно-общинное общество, оно характеризуется таким образом, что и труд общий, и результаты общие, и распределение общие. Поэтому в этом смысле можно говорить о том, что это первобытно-общинный коммунизм. Естественно, почему надо употребить здесь слово коммунизм, чтобы было ясно, что не может, скажем, целью современных людей быть и двигаться назад к первобытному коммунизму. То есть не равенство на уровне бедности, не равенство бедных не является целью современного развития. Нет таких классов, которые ставили бы такой целью добиться некого равенства за счет того, чтобы все объединили. Хотя вот если вы возьмете нашу общественную политическую жизнь, идеологическую жизнь, вы увидите такие обвинения в адрес предыдущего строя, что там собирались товарищи все отнять и разделить. На самом деле, то, что сделал Чубайс и другие господа, состояло в том, чтобы отнять у каждого общественную собственность, которая помнижала всем, и разделить. Вот это и произошло. И обычно так и бывает в политике. В политике всегда люди обманывают других людей. Слошь и верно. Когда кричат «отнять и разделить» или когда кричат «держите вора», то первое, что мы должны сделать, посмотреть, не вор ли тот, кто кричит. Так и здесь. Наоборот, суть, скажем, всякого требования общего состоит в том, чтобы собрать воедино и сообща пользоваться, а не в том, чтобы отнять и разделить. Второй способ производства, который мы с вами знаем, это логический способ производства. Он представляет собой значительный шаг в развитии человечества и основан на том, что появился прибавочный продукт довольно значительный. Что такое прибавочный продукт? Обратите внимание, не прибавочная стоимость. Ни о какой стоимости говорить нельзя, как в случае нет никакого товарного хозяйства. Есть прибавочный продукт. То есть раб может сделать больше, чем нужно для его прокормления. И прогресс состоит в том, что необходимости убивать захваченного противника уже не было. То есть можно было его использовать в качестве говорящего орудия, в качестве раба. Конечно, нам рабство не нравится, и мы это рассматриваем как, по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, по сравнению с более поздним способом производства, как реакционный способ производства. Но по сравнению с право быть на общинном коммунизме, конечно, это колоссальный прогресс. Поставьте себя на место того, кто теперь является рабом, а мог бы быть при грабочном общинном коммунизме, быть убитым, поскольку он взят в плен и должен быть уничтожен. Потому что никакого рабства не может быть, никакого использования не может быть этого врага, если прибавочный продукт слишком мало. Все дальнейшее развитие идет по линии увеличения прибавочного продукта. Причем производительные силы развиваются до такой степени, что для того, чтобы обеспечивать существование господствующего класса, вполне достаточно не весь труд работника забирать себе, а достаточно только часть труда забирать себе. Поэтому на этой основе появился феодальный способ производства, когда часть времени, и так время и разделяется, чего нет в буржуазном способе производства, не видно этого разделения снова. Часть времени работник работает на себя, на своем земельном участке, своими орудиями производства, правильно? И другую часть времени он в совсем другом месте, на господском поле, у феодалов, у барина работы, у зворянина. И эта работа называется барщина. Поскольку в это время уже значительное развитие получили и товарные отношения, и деньги уже получили хождение, то на известном этапе может сложиться так, что вместо барщины может применяться оброк. То есть вообще христианин что хочет, то и делает на земле, которая ему дана в пользование, потому что вся земля подлежит феодалу. Нету грепашных христиан своей земли. Они свои, своя только в пользование этой земле. А вот продукты своего труда он может продавать, уручать деньги, и нести эти деньги в качестве оброка феодалу. Барину, хозяину, помечен. Прогресс это или релеф? Конечно, большой прогресс. Христианин знает, что он работает в своем участке, в своей семье, для себя. А только часть ему нужно отдать. Естественно, он заинтересован в росте производства, повышении производительности, в том, чтобы было больше продуктов. И поэтому, конечно, феодализм – это большой шаг вперед по сравнению с рабовладением. Можно сказать, что при рабовладении значительные культурные достижения имели место. И можно сказать, что значительные сооружения были созданы. Помните, был провод с работами рвами Рима. Но в то же время мы можем посмотреть на свой город. И самые красивые здания в этом городе в период созданы. Чего? Реодализм. Исаакиевский собор, Петропавловская крепость из собора Петра и Павлова, Адмиралтейство. Это что же такое? Это сооружение созданы в период реодального строя. Поэтому уже накоплено значительный прибавочный продукт, уже общественная организация такова, что она позволяет развивать предварительные силы и добиваться значительных достижений в культурной области, которых, конечно, отдельно взятые крестьяне, отдельно взятые работники добиться него. Поэтому и говорят, что Растрелли построил это здание. Мы понимаем, что, конечно, архитектор, наверное, в строительстве этого здания участвовал не только Растрелли, и вряд ли смог Монферран создать то, что, так сказать, объявлено как творение Монферрана. Да, это художественное творение, но это дело рук всех, кто был организован в рамках феодального способа производства. Это третий способ производства. Вот я сказал, что есть некий дополнительный способ производства. Его называют еще разиатский способ производства, иногда его называют как некое такое что-то изысканное, особое. Ну, действительно, это несколько особый способ производства. Дело в том, что в восточных странах, там, где основной культурой является рис, для его возделывания нужно обеспечивать орошение полей. Чтобы обеспечить это орошение полей, разделение на отдельные поместья и изолированное пользование растительной системы исключается. Поэтому, при всем своем деспотизме и жестокости, восточные монархи вынуждены были осуществлять функции управления вот этой системой орошения. Поэтому там, своего рода, была такая вот государственная система управления орошением земель и возделыванием риса. Хотя, безусловно, рисовые чехи принадлежали по отдельности, также отдельным помещикам или мандаринам, как их звали на Востоке, да, в Китае, и отдельным крестьянам или кули, как их звали на Востоке. Таким образом, азиатский способ производства не вообще, так сказать, является чем-то совершенно противоположным и совсем другим. Он некое явление, характерное, как форма проявления того же самого феодального способа производства при особых условиях сельского хозяйства в странах Востока. И, наконец, благодаря тому, что велась борьба за свободу производителя, чтобы он освободился от феодальных пунктов, чтобы он не должен был вообще ничего давать помещику, ни об робко, ни работать в него на барщине, чтобы он был совершенно свободен. Куда пойдет, кому наймется, так вот будет работать. В итоге, значит, на волне вот этих призывов к свободе и революции, которые шли под флагом свободы, был создан буржуазный или капиталистический способ производства. Это четвертый, если, так сказать, мы возьмем азиатский способ производства как третий штрих или как третий А. Ну и действительно, это так. То есть есть собственники средств производства, которые обременены этой тяжелой ношей, осуществлять, обеспечивать права собственности на средства производства, сохранять эти средства производства, воспроизводить эти средства производства. Ну и выполнять историческую миссию тоже развития производительных сил, потому что развитие средств производства – это элементов развития производительных сил. Ну и с другой стороны, есть свободные работники, которые имеют свою рабочую силу. Рабочая сила – это что? Рабочая сила – это совокупность физических и моральных потенций, которые опускаются в ход всякий раз при производстве материальных благ. Или труд себе, можно сказать. То есть труд неразвернувшийся, труд потенциальный. То есть люди имеют такую способность труда, которую можно продавать. Когда ее можно продавать? Когда развилось товарное производство и приняло не характер отдельного производства, отдельных товаров в отдельных местах и областях. А когда производство стало носить всеобщий характер. Определение капиталистического производства может быть дано таким образом. Капиталистическое производство – это всеобщее товарное производство. Всеобщее товарное хозяйство. Что значит всеобщее? То есть это такое товарное хозяйство, или товарное хозяйство на таком этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Все стало товаром. Ну раз рабочая сила стала товаром, значит человек может свободно пойти, кому угодно, кто больше ему понравился, и продать свою рабочую силу на время. На время, скажем, раньше это было 12 часов, 13 часов, в Царской России это было 11 с половиной часов, ну и сейчас, можно сказать, у некоторых приближается к 11 с половиной часам, но уже за рамками законодательства. Потому что законодательно у нас труд в пределах 8 в день, а неделя у нас какая? 40. 40, не совсем так. У нас рабочая неделя, записанная в Трудовом кодексе, как до 40 часов. То есть никто не мешает, но сейчас, ну вы кричите, что он нам делает? Ну сделайте более короткую рабочую неделю, раз у вас сейчас нет работы. Деньги платили, чтобы спрос был, а работали, может, и меньше требуется людей. Тем более, что в той же Франции или в Германии сейчас 35-часовая рабочая неделя, а у нас 40. 40, как верхняя граница, но меньше никто не запрещает. Пожалуйста, сделайте 35, 34, 30. От чего это зависит? Это зависит от собственников. Если они понимают, что развитие их производства, развитие их производства, прежде всего, зависит от развития главной производительной силы от работников, они будут об этом заботиться. И вот я хочу сказать, что те же самые французские собственники и немецкие собственники, они в этом отношении оказались более культурными. Потому что можно взять и уволить слесаря, токаря. И потом, когда вы уволите слесаря, токаря, у вас не получится замкнутая производственная система. Потому что у вас в озере труда будут дыры. А вот если вы органично сократите время труда всем, и вместо 40 часов они будут работать 35, или 34, или 33, тем самым будет обеспечено гармоничное, по крайней мере, сокращение производства, если оно стало на время необходимости. Потому что колебания в производстве могут быть. Я хочу вам привести пример недалеко находящегося здесь, завода Минька Ленина, на Васильевском острове. Вот там был такой порядок. Когда в 90-е годы было значительное сокращение производства, там был порядок такой. Утром, к началу рабочего дня все приходят, выполняют всю ту работу, которая есть. Ясно, что пока операции, они связаны между собой. И когда им уже сегодня ничего не надо делать, уходят. Независимо от того, когда. Кто раньше, кто позже. Когда он сделает всю сегодняшнюю работу. Если сегодняшняя работа является меньше, чем ранее, то значит, она уходит раньше, чем официальный конец рабочего дня. И благодаря этому завод Калинина, в отличие от некоторых других предприятий, сохранился. А там, где просто взяли и часть людей повольняли, это привело к разрушению предприятий. К ликвидации предприятий. Потому что такие попытки и сегодняшний кризис тоже имеют место. Еще раз, капиталистический способ производства, это товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром. Все продается, все есть товар. И вот те отношения, которые связаны с наймом рабочей силы, свободный договор между работодателем и работодателем, это отношения, которых это реализует как-то пересечки способ производства. Ну, понятно, что эта свобода, как всегда, имеет две стороны. С одной стороны, вы свободны полностью. От чего вы свободны? От всяких, от дальних пут, от крепостной зависимости. Никому вы ничего не должны. Но, поскольку каждый не свободен от своего желудка и от того, что он есть биологическое существо, он вынужден куда-то идти и продавать свою рабочую силу. Поэтому, будучи вроде бы лично свободным, он оказывается по-прежнему зависимым от того, кому он продал свою рабочую силу. Или, можно сказать, персонально он ни от кого не зависит, может в другом перейти, а в третьем перейти. Но, в целом, он зависит от класса собственников средств производства. Правильно? Потому что хочет, не хочет, нужно ему пойти и продать свою рабочую силу. Но он может в городе стоять, никого не продавать и умереть. И будет совершенно свободным. Поэтому, то, что было не видно или не обнаруживалось в начале становления капитализма, конечно, за временем вывелось вполне понятно. Тем более, что сам факт безработицы является не неким стихийным моментом. А безработица выполняет важную, характерную для капитализма роль понижать заработную плату. То есть, если бы для рабочихся не было, то заработная плата достала наличие безработных. Или, если их не хватает своих безработных, их надо привезти из сопредельных государств. Или можно просто сделать так, что они и сами приедут, поскольку перепад в уровне заработной платы побуждает сниматься с насиженных мест и свободно ехать туда, где можно такие же свои рабочие руки продать за большую цену. Что такое цена рабочей силы? Как она называется? Цена рабочей силы – это определение заработной платы. Вот та цена, за которую продает человек, это его заработная плата. А стоимость рабочей силы – это другая величина. Это сколько необходимо для его нормального воспроизводства. Поэтому мы должны эти две величины различать и сопоставлять. Всякая стоимость в товарном хозяйстве есть центр колебаний цен. Это закономерная основа цены. Обычно цена никогда не стоит на уровне стоимости. Она то выше, то ниже, туда-сюда колеблется. И по отношению к всем товарам это мы все время наблюдаем. Например, вам все время говорят, вот тут будет скидка 20%. А до этого была накидка 60%. Поэтому когда скидывают 20%, то считайте, что накидка была 40%. И так далее. С чего скидывают? Первую часть мы не рассказываем, но мы вам расскажем про скидку. Что такое инфляция с этой точки зрения в буржуазном обществе? На стадии уже не капитализма, а свободной конкуренции, а на стадии империализма. Это повышение цен на все товары, кроме одного. Кроме товара рабочей силы. То есть на все товары цены выросли, а зарплата осталась той же. Ну, не только зарплата. Зарплата, пенсии, стипендии. Все осталось на прежнем уровне. И, так сказать, вот этот товар, это единственный товар, цена которого начинает дальше отходить от стоимости. По расчетам, которые сейчас сделаны, стоимость рабочей силы у нас в 10 раз примерно превышает ту цену, которую за нее платят. То есть рабочие продают сегодня в России свою заработную плату по дешевке. Но можно сказать, что это у нас общество свободное. Раз вы продаете по дешевке за 10% стоимости, ну, естественно, у вас ее покупают. А вот ожидания рабочих или работников, что товары будут покупать за более высокую цену, они ни на чем не обоснованы. Ну, как это можно ожидать, что покупатель будет покупать товар за более высокую цену? Смысл экономических интересов покупателя в том, чтобы заплатить меньше, а не больше. Правильно? Вот я бы сейчас спустился в буфет и спросил там, у вас пирожки 23 рубля? 23 за 32 рубля. Ну, что, давайте платите. А спросила кофе у вас 25 за 50 рубля. И вывод вы сделали, что тут вот у некоторых философов, профессоров, вот эти явно что-то нет в порядке. Но есть только сумасшедшие люди в товарном хозяйстве будут повышать цену, если они являются покупателями. И наоборот. Если вы являетесь продавцами, вы повышаете цену на тот продукт, который вы продаете. Хотя, я думаю, вы понимаете, что это не вопрос одного продавца. Все покупатели уже соединились в монополии. Поэтому и продавцы в структуралистическом хозяйстве соединяются в монополии. Как называется монополия продавцов рабочей силы? Как называется монополия, монопольный союз продавцов рабочей силы? Называется она профессиональный союз. Короче, профсоюз. У нас с этими сокращениями такая беда, что вот скажет профсоюз, он ничего не расшифровывает, я не понимаю, о чем идет речь. То есть, союз людей одной профессии. Это не правком, не председатель правком. Это люди, которые объединились для чего? Для того, чтобы установить более высокую цену своей рабочей силы. Потому что в одиночку это совершенно сделать невозможно. Потому что элементарно можно избавиться от того, кто ходит и требует в одиночку повысить ему заработную плату или повысить цену рабочей силы. А вот, если речь идет о профессиональном союзе, то он вставит этот вопрос. И это урегулировано в том числе и законодательство. У нас есть трудовой кодекс, там установлен порядок выдвижения требований со стороны работников. Там предусмотрены коллективные трудовые споры, процедура разрешения коллективных трудовых споров. Ну и как бы законодатель говорит, ну и вот боритесь, вот у вас есть покупатель, вот вы продавец, ну вы там друг с другом боритесь. И результаты эти зафиксируйте в своем соглашении и включите в коллективный договор. Вот и все. А если профсоюз, допустим, не включая какие-то определенные мнения именно того человека, который подает иск? Профсоюз не для мнений. Профсоюз для того, чтобы защищать общий интерес. Поэтому профессиональный союз соединяют не по мнению, а по положению. Вот если это слесарь, то это профсоюз, вот скажем, слесарь. Если это докер, то это профсоюз докер. Если это авиадиспетчер, который имеет свои специфические интересы, то это профсоюз авиадиспетчер. Если это профсоюз работников науки и научного обслуживания, допустим, которому я принадлежу, то у нас есть свои интересы, у нас есть свой профессиональный союз. Другое дело, что люди, которые соединяются в такой процессе, ничего не в состоянии вытрибывать, потому что страшнее было бы, если бы не только мы не пришли на работу, а когда мы все бы пришли на работу, в один прекрасный день. Это было бы страшно. Потому что у нас, как правило, профессора, профессионалы находятся дома и приходят, готовятся к лекциям отдельно, по девочке, в изолированном порядке. Вдруг приходят на лекции, там уходят с лекции, и все, 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 время от времени собирают на кафедру. И вот если вдруг мы все явились, сегодня прекрасный день, то это, конечно, был бы гроб. Но это уже некоторые особенности. Поэтому, конечно, в реальной экономике, в настоящем материальном производстве, там другие действуют отношения, более жесткие, которые диктуют больше коллективизм и порождают больше коллективизм, которые не сводятся к мнениям. Как раз там вырабатывается общая позиция, с которой выступает коллектив. Для этого и собирается профессиональный союз, он проводит свои конференции, а он потом проводит конференцию трудового коллектива, как представитель трудового коллектива официально, и формирует позиции, не мнение, а позицию, требования даже, более того. А требования это то, что требуют работники от работодателя. И выдвижение требований и передачи их работодателю начинается, не начинается, начинается коллективный судовой спор в случае, если откажет работодатель полностью или частично эти требования облитворительности. А может он вообще работодатель отказать? В чем? Ну, вот в этих традициях. Да, может. Но работники могут отказаться работать. То есть они пройдут процедуру. Но они же не представляют свою работу. Нет, они согласно закону пройдут процедуру и объявят забастовку. Право на забастовку является конституционным правом граждан, оно во всех ужасных странах записано в законах. Во всех. Но со статьей второй Конституции Российской Федерации они могут прогласить свои действия и перенаправить, на самом деле, в управление, что они не согласны с этим, допустим, законодательством. Потому что они не согласны, это никого не интересует. Вы можете сейчас вот говорить, что вы не согласны с мнением, с позицией Путина, Медведева и так далее, это путь и слова. Нет, я не говорю с Путина. Вы вот сейчас можете быть не согласны с тем, что я говорю, и что? Вы не согласны, а я продолжаю считать. Да нет, нет. То есть вы как-то переводите, вы все переводите в разряд мнений. А мы чем занимаемся здесь на лекции? Знанием. То есть вы вот пришли сюда получить не мое мнение, а знание от меня. Я правильно понимаю? Да. Ну и воспринять это знание для того, чтобы... У меня это знание? Нет. Она очень часто закрывает дорогу знания. Вот у меня мнение, что должны 15 километров. У меня тоже мнение, что вы даете хорошее знание. Ну это у вас так, вы таком пример. Это лишь только мнение. Это чтобы я пошел вам на встречу. Но я не понимаю. Это лишь только мнение. Вы хотите меня покупить? Это такая маленькая взятка. Нет. Это только мнение, да. На самом деле, я говорю, мнение-то у меня, что вы даете хорошее. А если копнуть, то выяснится, что никаких знаний-то и нет. Да? Все вернемся, вернемся к нам. Не вернемся мы к этому, потому что у нас сейчас не семинар, а лекция. А на семинаре опять-таки не вы меня будете спрашивать, а я буду спрашивать. Конечно. На консультации, да. Но на семинаре у нас есть возможность и поспрашивать, конечно. Правильно. Но сейчас у нас лекция, мы пойдем вперед. Значит, и лекция у нас прощена не вопрос о мнении, знании их соотношения, а вопрос о общественно-экономической формации. И вот эту цель, скажем, я как находящийся в положении трудящегося, в отличие от вас, как сейчас потребляющего знаний, то есть потребителя, не должен опустить из виду. Это моя работа. Так вот, общественно-экономическая формация предполагает соответствующий способ производства, но мы еще до нее не направились. У нас еще один способ производства впереди. Вот мы сейчас рассматривали товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, и еще один способ производства, когда снова труд и производство становятся общими, и снова применимо слово «коммунизм», то есть коммунистический способ производства. Социалистического способа производства нет. И социализма, как особого какого-то строя, тоже нет. Если вы возьмете классиков по этому вопросу, то есть Маркса и Ленина, то у Маркса в критике Годской программы вы слова «социализм» не найдете. Вы найдете там слово «коммунизм», «переходный перевод в коммунизм», потом «низшая фаза или первая фаза коммунизма» и «высшая фаза коммунизма». Неполный коммунизм, первая фаза, и полный коммунизм, «высшая фаза», и все. То есть коммунизм полный или неполный. Не фаза, как какой-то способ производства, а коммунизм неразвитый, незрелый, и коммунизм развитый, зрелый, полный. Вот и все различие. Вот этот неразвитый, незрелый коммунизм, который почему-то в советское время в конце назывался «развитым», хотя он в принципе развитым-то не является, не может быть. Вот этот ни разу это не зрелый коммунизм с отпечатками капитализма во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, назывался и называется социализм. То же самое воспроизводится у Ленина в государстве революции. Опираясь на Маркса, Ленин специально это выясняет, это этапы развития нового общества на базе капитализма. Но Ленин сделал то, что является шагом вперед, по сравнению с тем, что сделал Маркс, в понимании того, как появляется этот самый коммунизм из капитализма, когда он в империализме как высшая стадия дал такую формулировку, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. Всего лишь социализм, конечно, не высшая фата коммунизма. Но ясно, что из чего может появиться коммунизм уже на новом этапе, на новом витке развития, на витке отрицания частно-собственнички способа производства. На основе развития производительных сил, когда снова возможен общий труд, общая собственность, общее распределение. И вот, когда мы жили при социализме, я вот жил при социализме, нам казалось, что общественные фонды потребления это что-то такое довольно мелкое. В основном обращалось внимание на зарплату. Сегодня мы понимаем, что это было действительно распределение по потребности. Почему? Потому что через общественные фонды потребления распределялись медицинские услуги по потребности. Не так же было, что у кого больше потрачено труда, тому 2 зубы, а у кого меньше 1 зубы. Не так? Да. У кого больше зубы болят, того больше и лично. Кому нужна операция, тому и делают, а не так. А сейчас тоже по потребности скажем, по потребности вытянуть деньги. Если нужно вытянуть из вас много денег, вам предложат еще что-нибудь сделать, еще проверить, еще что-нибудь найдут. Причем могут найти то, чего у вас и нет. Далее. Выяснилось, что образование получалось по потребности. И, казалось, подумаешь об образовании, ерунда какая. Вот эта ерунда сейчас вырастает на уровне вечернего отделения в 30 тысяч, на уровне дневного отделения в 55 тысяч у нас в семестр. А вот первый курс, поскольку он начинает новое поколение, он как бы демонстрирует, что дальше будет. 60 тысяч в семестр, вот рядышком тут кто-то. Там для бухгалтерии дойдите. Там приказ декана экономического факультета, он же и проректор по экономике первый. Там как раз расценки все даны и так вот. Будущность показывает, что если сейчас вы можете платить, то в будущем будет еще больше. Но это было же бесплатно. Вот я вот живой человек, который перед вами стоит, который проучился ровно 19 лет подряд. Бесплатно. С первого по одиннадцатый класс. В школе. 366-й обычной. Политехнической. С получением еще и рабочей специальности. Затем пять лет в университете. Я окончил математико-механический факультет. Затем три года в аспирантуре. Я окончал аспирантуру по политической экономике. Да, согласен. Затем, когда мы это посчитаем, получается ровно 19 лет. Одиннадцать, пять и три. И ни разу я ни за что, ни за какое образование, ни сколько, ни копейки не заплатил. Поэтому вот скажу. Мне мой сын, который много выплатил денег, как живущий в более свободном обществе, свободном, так сказать, от того, что себе бесплатно могут дать образование, он говорит, хорошо вам было. Хорошо, вы сидели в аспирантуре. И сейчас я наблюдаю бедных студентов и бедных аспирантов, которые вынуждены бегать и зарабатывать себе на образование. Если я, когда все было бесплатно, мог драконовские меры принять по отношению к студентам, вы причем не занимаетесь, не пришли и так далее, сейчас у меня рука не поднимается, потому что он не пришел, потому что ему не хватает на хлеб, а он ходит где-то на замок. А я тут буду говорить, ах, вы не пришли. То есть как-то я вот теперь скован в этом отношении. Как я могу? Ну, пришел, вот хорошо, ему его дело, он может заплатить и не поехать. Некоторые так и делают, заплатят, не ходят, потом снова, как у них накопятся денежки, они опять зачисляются, опять походят, походят, пропадают и пытаются как-то догнать выходящий путь. Так вот это пятый способ производства, коммунистический способ производства, который не из ничего выскакивает, а который может возникнуть только на основе развития капитализма. Вот некоторые думают, что пусть сейчас будет грязь кризис, все рассыпется, развалится, разрушатся заводы, будет безработиться и будет коммунизм. Да? Не будет. Коммунизм вырастает не из ничего, а из капиталистического общества. И он может вырасти из капиталистического общества, благодаря той производительной силы, которая производит не только продукты, но и историю, благодаря рабочему классу. А для того, чтобы рабочий класс существовал, надо, чтобы был хороший, развитый, что? Капитализм. Капитализм надо развивать потенциал. Что потенциал? Он может быть развивать. Что значит потенциал? Не потенциал только, а просто развитый. Потому что, вот тот же Марс писал, что капитализм дисциплинирует рабочих, он их закаляет, он их образовывает и так далее. Так вот, чтобы он их образовывал, собирает большие массы. Вот сейчас интернационализму приучаются, со всех сторон приехали в Россию. Правда, в советское время столько лет никогда не приезжало гостей к нам. В рамках Советского Союза никогда не было в Ленинграде столько гостей из наших солнечных республик. Сколько сейчас? Потому что в этих солнечных республиках они получают две тысячи рублей в Узбекистане. А у нас сейчас средняя зарплата шестнадцать тысяч рублей. Из квалифицированных водителей там получают две, а у нас двадцать, двадцать пять. Поэтому мы вот в гости наблюдаем большое количество людей. Вот я хотел бы это тоже подчеркнуть, потому что на всякий способ производства нельзя смотреть с позиции, что он мне нравится или не нравится. Я уже говорил, что все хорошего в рабовладении. Много хорошего, особенно если человеку была перспектива, что ему сейчас отчекут голову, а теперь он, оказывается, будет работать и кормить себя и еще и рабовладельца. Перспектива выжить у него появилась. Ну, это рабское существование, понятное дело. Но рабское существование лучше, чем смерть. Ну, по отношению к отдельным единицам героизма, можно сказать, нам лучше смерть, чем рабское существование. Ну, это не представляется себе так, что рабство все любят. Далее. Теодализм. Он тоже говорит, вот такие темные и забитые крестьяне. Они управляли производством своим. Сели, пахали и знали, что делать. И стали, по приметам определяли погоду и определяли сроки проведения сельскохозяйственных работ. Они были колоссальные организаторы производства. Поэтому та сметка, которая была у крестьянина, она выскочила мне не честно откуда, а из того, что они производством занимались. А вот феодалы не очень занимались производством. Они и это дело передали управляющим. Поэтому они как-то довольно легко скинули. И даже, так сказать, при поддержке значительной части правящего класса. Правильно? Гваряне. Гваряне. Это кто такие? Это представители феодального класса. Но вот гидобристы это варянские функционеры. Они говорят, против чего выступать? А против феодолизма. А оно не из порождения феодолизма. Правильно? Точно так же. Порождением капитализма является та сила, которая создает коммунистическое общество. Если у вас нет капитализма, хорошего. В том смысле, чтобы он был ради. Чтобы производство не наладо надышало, а не старики там были на производстве. А если там были молодые люди, которые владеют современной техникой, и достаточно образованы, тогда можно говорить о каком-то другом строительстве. Социализм может вырасти только из крупного машинного производства, а не из ручного, рассыпанного, который разрушается. Со старыми станками, с отсутствием необходимых материалов, знаний, с отсутствием применения науки производства и так далее. Изменами. Ну а как же социальное, народное общество? Оно же такое? Нет, народное общество – это жареный лед. Нет, ну как? Но они же жареный лед. Знаете, что такое? Нет, ну. Попробуй жареный, я вам советую. Нет, не просто. Попробуй возьмите лед, накалите сковородку. Нет, социальный, социальный. Обязательно, не забывайте помешиваться. Все. Нет, социальное общество, оно тоже как-то влияет на общественные стороны. Был такой фабрикант, фамилия Уэнгельс, он говорил, соединение вот этого слова народ – это сплошные спекуляции. Будьте народ. А вы знаете, что такое народ? Ведь не знаете. Знаю. Что это такое? Народ – это большое скопление людей. Толпа. Это людей, которые действуют за свои права. Вот это большое скопление людей называется в отношениях толпой. А власть толпы называется охлакратией. Охлакратией. Чтобы вы знали. Да. А народ – это рабочие крестьяне. Это вот те самые главные производительные силы, о которых мы с вами говорим. Так что вы как раз говорите о том, что надо, но не знаете, о чем вы говорите. Социальный народ, который обеспечивает, на самом деле, социальный… Ни социального народа не бывает. Как это так? Так что народ – это понятие общественное. Социальный – это общественное. В переводе с иностранного русского языка на русский, русский язык. Социальный народ – это значит общественный народ. А что, если антиобщественный народ? О чем вы говорите? Народ – это общественная, это общественная категория. Вообще мы занимаемся с вами только общественной категорией. У нас какая философия с вами? У нас какой принцип? Социальная философия. В рамках социальной философии доказывать, что мы занимаемся социальными категориями, значит ломиться в открытую дверь. Вы внимательно слушайте и записывайте. Обдумывайте. А как я буду обдумывать, если я еще не сказал возражения? Я еще не могу писать. А? Не умеете писать? Да. Нет, я прошу прощения, вы, конечно, умеете писать, но я не вижу, что вы писали. А вот великие классики всегда писают. Знаете почему? Потому что когда вы слушаете, вы потребитель знаний. Не в порядке ругания вам, а просто по факту. Вы сейчас слушаете, и вы что делаете? Потребляете знания. Когда вы пишете, то, что вы слышите, через уши входит вам мозг, а из мозга сигнал идет, что вам записывать. И вы же не будете записывать, что я говорю. Вы будете записывать что-то преобразованное в вашем мозгу. То есть вы будете производителем знаний. То есть человек обучается тогда, когда он производит знания. А как производит знания? Пишут. Все-таки мои мысли все-таки производят то, что я, допустим, не согласен с вашими. А еще мысли ни одной не проручал. Мысли, пожалуйста, записывайте свои, потом покажете. Или потом вечером почитаете, скажете, ну и ну. Вы меня убедили. Я молчу. Вы записывайте свои мысли. Потом скажете. И все. И все. Хотите, я вам расскажу, как один тоже свои мысли искал. Он все время ловил, писал диссертацию. И вот он очень боялся, что мысль он потеряет. Когда она придет, а он не успеет записать. И он, у него все время был чистый лист бумаги и карандашик. И он записал. И вот однажды ночью его мысль разбудила. Я сухо-то скал. И он вскочил и к столу. И записал. И тогда спокойно летать. И проспал 13 часов. И вот когда он открыл глаза и увидел там сон субьющее в окно. Он радостно подошел к столу и прочитал. Воздух сух как гвоздь. То есть надо свои мысли записывать. И это потом отбежать. Потому что на самом деле, знаете, как вот бывает. Вот я почему вам советую все записывать. Какие мысли к вам приходят? Если я с вами полемизирую, это не значит, что не нужно так делать. Вы записываете свои мысли. И знаете, как говорят, кран откроешь, и идет ржавая вода. И потом раз, пошла светлая чистая вода. А если вы эти мысли у вас скопились в голове. И вот они тут торчат, и вы их не выводите на бумагу. Они так вот не дают этим светлым мыслям вашим выйти и проявить себя. А у вас их там цельная голова. Так если их не записывать? Если являетесь. Вот это и есть. Записывать надо. Это самый способ. Вообще, рука создала человека. Вы рукой пишите. Знаете, когда учат букву Р, говорит, ее тоже с помощью руки помогает, выговорит. А вот без этого не получается. То есть рука – это великое дело. Надо рукой владеть. Так что вы пишите, пишите. Люди, которые писали конспекты, от этого глупее не стали. Рукописи Марса вы видели? Посмотрите. Рукописи Пушкина, пойдите, посмотрите. Ручки написаны все рукой. И вот кажется, о, как у него все легко. Вот это такие все стихи. Ажурные великолепные. Я как посмотрел музеи в Пушкине, оказывается зачеркнуто, перечеркнуто. Пулочка, пером, гусино. Ну, а у вас, ну, вот, ручка есть автограмма. Так что вам, а вы еще думаете писать, но не писать. Такие ценные мысли записывайте свои обязательно. Ну, вот там, допустим, сидите, и вот я вам говорю, вам уже ни то не мешает. Вы же в свободном обществе пишите. Глупость. Вот он сказал то, ерунда. Я-то сказал, чушь. Ну, пишите мне, чушь. Ну, а что тут плохого в этом? Это же ваш конспект. Как хотите, так и пишите. Можете называть. Даже я не могу и в юридическом плане к вам никаких претензий. Вы же не публично меня где-то оскорбили. Вы пишите в своем. Мало ли, что у меня какие-то есть там кишки в голове. Мои внутренности, не надо в них копаться. Останьте от меня. И все, вы всегда отобьетесь. Так сейчас вы стоите и делаете. Так. То есть вы берете это и делаете. И очень хорошо. Но это, я хочу сказать, что всякие вот даже настроения такого протеста, они должны превращаться у вас все равно в работу над собой. То есть вот мне не нравится, что вы говорите. Я пытаюсь раз свое сказать. Вот вам не нравится, что я говорю? Вы пытаетесь дать свое. А вы просто пытаетесь вот. А это слабо. Надо не вот это, а вот что-то свое. Вот свое лучше, чем я. Вы скажите лучше, чем я. Я очень буду рад. Вот если я преподаватель, и вы сделаете лучше, чем я, и скажете лучше, чем я. Это для меня плохо или хорошо? Мне скажут, вот, наконец-то, преподаватель, и наконец-то студент у него что-то такое сделает. Это все вообще нам заслугу ставить. У нас, когда вы идете на должность, название доцента, сколько кандидатов подготовил. Название там профессора, а есть ли доктор он докторов подготовил науку или нет? Ну как, если человек и дипломник, у меня вот один дипломник Шейн, депутат Госдумы. Вот товарищ Кудрин у меня дипломник, министр финансов. Вот. Возможно, если его посадите, возможно, и меня посадят. Все здесь, боюсь его. Куда вас посадят? Не знаю. Посмотрим. Шейн Олег, который сейчас зампредседателя комитета по труду в социальной политике, у меня была дипломная работа по трудовым отношениям числа. И так далее. Но он теперь уже со мной не общается, потому что он там застрял надолго в Государственной Думе и перебегает из фракции. По фракции он уже понял, что там хорошие места злачные, уже можно не заниматься с трудовыми отношениями, надо закреплять свой кресло. Еще у меня была дважды депутат Государственной Думы, Иванова Валентина Николаевна. Она уже перепрыгнула в какое-то кресло могучего института, директора в Москве. Вот. И она все время, значит, смотрела, где там вот куда пойти, чтобы куда-то еще выше взлететь. Так что я не сказал бы, что те ученики, которые у меня были, высокопоставлены, все прям такие вот, которые проходят по критерию научности, там принципиальности и так далее. К сожалению. Поэтому вот если у вас получится лучше, я буду очень рад. Надеюсь. Вот это хорошо. Надежда – это первый шаг. Возвращаемся к чему? Возвращаемся к тому, что мы это назвали «пятый способ производства». И я думаю, пять способов производства запомнить можно. Легко. Правильно? То есть вот как-то хотелось бы, чтобы в общественных науках тоже вот куда-то вот, кроме нетвердого, такого мутного, непонятного, и все время сомнительно, что-то было твердое. Ну, в том смысле, что я, говорит, вашу душу не знаю, что у вас сейчас в голове не знаю, но то, что у вас есть череп, печенка и селезенка, знаю. Ну, это мы хоть знаем или нет? Ну, что-то мы знаем про человека. Ну, можно так же в общественных науках хоть что-нибудь знать про общество. Вот я про эту страну, ну, не знаю я про огненную землю, но знаю, что там сейчас капитализм. Потому что нет уже феодализма. Все, разложился. И в Африке капитализм. Вот я ничего не знаю. Да там не просто капитализм, там хозяйничают, сейчас имбиралистические монополии в Африке. Правильно? Это крупнейший рынок сбыта. Источники сырья. Мы сейчас это знаем, но это мало знания, конечно. То есть надо, если вы хотите изучить бурхиновый фасон, надо там изучать язык, культуру, историю, обычаи. Но все равно эти язык, история, культура, обычаи в рамках определенного способа производства уже существуют. Который есть. Это большое открытие. То есть рассматривать общество как некий организм. Какие-то элементы, которого можно определить. И не такой богатый у нас выбор. Вот есть у нас такие разряженные, хотят, чтобы был у нас царь, монархисты. Знаете такие? В Парисе есть, товарищ политолог. Есть у нас монархисты в стране? Есть. Хорошие люди? Хорошие, чтобы был царь, русский царь. Вот смотрите, царь все нам привязал, все территории, не раздавал, как некоторые. Так? И гораздо крупнее Советского Союза было у нас государство. Потому что и Польша входила в Россию, и Финляндия входила в Россию, не говоря уже о Грузии. А не то, чтобы воевать только из одной Южной Осетии. То есть, да крупно-крупнее государство было. Цари там, скажите, проливы смотрели. И Севастополь был, российский. Правда? И так далее. Ну и спрашивается, о царе он, в какой формации представляет государство? Феодальный. А кого он представляет? Феодальный формат. Ну, кого? Феодалов. Если феодалам какой-нибудь царь не нравится, они его прогоняют, отрубают, ему голову и убивают. Ну, Екатерина Вторая. Кто ее поставил? Ну, кто поставил, все ее поставили. Она прям вот так. Шло-шло. Ну, там братья Орловы прогнали, грубили. У будущего царя. Поставили Екатерина. Класс, образованный, богатый, дворянечный. Ставили такого царя, которому нужно. Или, например, пришла к гуржуазееву, Николаевич, сказал, давай-ка подписывай, что ты отрекаешься в пользу брата Михаила. А Михаил говорит, а ты подписывай, что ты тоже отрекаешься. И все не стало царя. Вот сейчас все ходят, трясут руками, говорят, о, там убили царя, царскую семью. Это не царская семья. И не царя. Убийств было много в то время. И сейчас их много на дорогу. Царя уже не было. Какая царская семья? Царская семья была, пока вот он не отрекся. Ну, если я сейчас отрекусь, что я профессор в факультете о философии и политологии, то нельзя уже писать, что убили профессора о философии и политологии в факультете. Мы убили какого-то гражданина, который тут где-то проходил по коридору. Если я отрекусь, что я здесь преподаватель. Правильно? Если мы правильно понимаем события политологические, то есть знаем, что такое политика. Если вы хотите употреблять такие понятия, как царь, так его отображайте. Тем более, он вообще царю взял и отказался ему. Гварянский класс вручил пост, а он пришли какие-то представители буржуазии, он взял и отказался от царского поста. От ответственности за войну, за смуту и так далее. И опять виноваты кто-то и все другие. Есть у нас монархические партии. Вроде бы они царят, но ясно, что он лучше одевался, чем президент. Я согласен. Можно сравнить царь и президент? Или примерно меньше? Президент-то не был. Не было, но одевались-то лучше, красивее. И дворцы какие-то. Сейчас они тоже на его хвостик не ходят. За хвостик не ездят. Но обратите внимание, для того, чтобы был царь, нужно, чтобы был класс фиадаллог. Желающие есть фиадаллог. Записываем сейчас фиадаллог. Сейчас все запишется. Теперь давайте записываться в крепостные крестьяне. Есть желающие? Желающих записаться в крепостные крестьяне вообще нет. Поэтому, раз нет желающих записаться в крепостные крестьяне, то бесполезно записываться в дворяне, бесполезно записываться в помещики, потому что не будет ни дворян, ни помещиков. Потому что дворянин или помещик означает, что у него есть крепостные крестьяне. То есть это как бы оборотная сторона той же самой категории. Мы должны уже к этому приучаться. Если ты сказал, жена, это кого я имею ввиду? И что я имею ввиду? У кого есть муж. Что у нее есть муж. А если я говорю муж, то что имеется ввиду? У нее есть жена. Если я говорю отец, значит есть дети. А если я говорю дети, значит у них родители. Если есть или были. Обязательно. А если я говорю царь, значит есть дворяне. А если дворяне, значит есть крепостные. Если нет крепостных, то никто не будет. Никто не захочет. Не найдете крепостных. Не получится никак. Поэтому на этих всех монархистов надо поставить жирный крест. Это шуты гороху в политике. И не более того. И поэтому никто из монархистов, никаких партий сейчас не составил. Их за рамки всей политической, все мы выкинули. По новому закону о политических партиях. Мне нужно 50 тысяч набрать, но 50 тысяч уломков не набрать. Ловунки этого. Потому что люди, или вот, скажем, люди, которые не знают политологию. Не знают, что такое. Если дворянин, значит должен быть крепостный. Если я дворянин, но у меня нет крепостных. Меня никто не уважает дворянскому обществу. Правильно? И никто меня за дворянина считать не будет. За счет того, что как свободный человек в рабовладельческом государстве, но у меня нет работы. Их даже допускают до таких мероприятий. Но это не рабовладельцы, это не основа, на которую опирается государство. Таким образом, уважаемые товарищи, мы знаем пять способов производства. Но способ производства, это не все общественные отношения, в странах которых протекает жизнь людей в обществе. Правильно? В отличие от способа производства, общественно-экономическая формация включает все остальные отношения. Понятие общественно-экономической формации включает и остальные отношения, кроме тех, которые называются производственными. И исходя из того, что основой общества, основой социальной жизни является материальным производством, рассматривает материальное производство лишь как основу, а не ограничивается рассмотрением материального производства. А раз берет его лишь как основу, то берет и основанное. Вот то, что является основой, называется базисом. А то, что на нем основано, называется надстройкой. И если мы возьмем теперь, кроме экономических отношений, еще политические отношения, и если мы возьмем еще идеологию, как сферу идей, сферу общественного сознания, то мы получим политическую и идеологическую надстройку. Политическая надстройка – это государство. Политическую и идеологическую надстройку. А производственные отношения будут выступать как базис общественной и экономической формации. Производственные отношения – это определенность способа производства. Какой тип производственных отношений от этого зависит и номинование способа производства. Либо производственные отношения – это отношения правобытного коммунизма, либо владельческие, либо феодальные, либо пруж collar, либо коммунистические на новом венке развития, когда это общество выходит из капитализма. А вот если мы с вами возьмем другие отношения, отношения политические и отношения идеологические, то они оказываются производными от системы производственных отношений. То есть, если мы берем с вами перворудно-общинный коммунин, там государство есть. Потому что нет деления на классы, а государство понятие классовое, и государство есть машина насилия для проведения политики господствующего класса. Если мы берем способы производства, следующие, которые расколоты на вражебные классы, на антагонистические, рабовладение, педализм, капитализм, здесь государство есть, поскольку это машина насилия, здесь необходимо, чтобы классы друг друга не берегли. Поэтому государство вносит порядок в это общество. Иногда вы видите, когда вы собираясь у нескольких осторожек, и целый приходит взвод оман. Это чтобы был порядок. То есть, может быть, несоответственно, несоразмерно. Но вообще говоря, в любом классовом обществе существуют органы, которые устанавливают определенный порядок. Порядок интереса какого класса они устанавливают? У нас будет с вами сплавка интересов какого класса установлен в порядок государства? Интересов господствующего класса, так? Или интересов народа? Ну, конечно, говорят, что в интересах народа. Вот если я вам, скажем, вот вы приезжаете на экзамен, я поставил вам другое, это я вам интересов развития науки скажу. Вам будет приятно? Конечно. Господствующий класс. Это как? Это так, что господствующий класс в каждой формации сводит. У нас всего три господствующих класса, вот легко запомнить. Либо рабовладельцы, либо феодалы, либо капиталисты. Все. И поэтому государство может быть либо в этой формации либо рабовладельческое, либо феодальное, либо буржуазное. И, кстати, если мы применим такую формулу как демократия, то, например, рабовладельческая демократия есть, да? Была демократия в Древней Греции? Была. Была демократия в Древнем Риме? Была. На кого распространялась? На рабовладельцев. Рабовладельцы голосовали, решали, а рабы не в счет. Поэтому эта демократия исключала из себя вообще весь трудящийся класс. Весь, целиком. При феодализме была демократия? Не было. Никакой там демократии не было. Вот служил и класс. Они уже с самого начала приписаны какому-то полку, в том числе и цари. Да? Цари, кстати, их муштровали, воспитывали. Не так, что они там лежали, а разъезжали. Не, давайте тоже. Так сказать, служите и трудитесь и работайте. Поэтому нельзя сказать, что вот дворянский класс так просто, так сказать, разрешал, как угодно себя вести членом своего класса. Он же меньшинство составлял. Они, так сказать, мобилизованы для того, чтобы осуществлять свое господство. Подавлять, если надо, восстание крепостных. И посылали подавлять восстание крепостных даже виднейших полководцев. Да? Было такое. Как описывают капитанские игрушки. Да? Было такое. Так что государства всего три. И вот еще одно государство, которое вроде бы не вяжется с коммунизмом, уже вышедшим из капитализма. Потому что если это господствующий класс, рабочий класс, если уже в протеходный период закончился, антагонистических классов нету, вроде бы как нет никого, кого надо подавлять в смысле класса. Поэтому вот у Ленина в государстве революции говорится о том, что это уже полугосударство. Это не государство в собственном смысле слова. Потому что нет такого класса, который нужно систематически подавлять. Но классы остаются еще не полностью уничтожены. И приходится подавлять выступления, направленные против господствующего класса. В том числе со стороны такого класса? Рабочего класса. Рабочий класс совершает поступки, противоположные классовым интересам этого класса. Совершает. Поэтому борьба с такими поступками, скажем, с попытками дать обществу поменьше и похуже, а забрать это общество побольше и получше. Это борьба с мелкобружазными действиями со стороны рабочих. Но если даже господствующий класс в социалистическом обществе проявляет мелкобружазные попытки, значит это касается и представителей других классов и слоев. Поэтому в этом плане классовая борьба продолжается до полного уничтожения класса. И тем самым продолжается диктатура рабочего класса, поскольку каждое государство есть орган диктатуры. Это только форма демократическая. Но это была какая диктатура? Диктатура рабовладельцев. Потом была диктатура феодалов, помещиков. Потом диктатура буржуазии. Но все понимают, что я сейчас буду всеобщей белославной, начнут выбирать и вымерут. Сколько рабочих думают? Нисколько. А диктатура не путешествует к тому периоду? Это сущность сейчас и государственной власти. Она ничего не путешествует. Если вы создали государственную власть, то сущность ее диктатура. То есть это кажется по форме, что мы голосуем сейчас, пойдем на выборы, сейчас мы напечатаем, сейчас я вам скажу, буду вас агитировать. Но вы же прекрасно понимаете, кто пройдет. Или не понимаете? Если нет, то не пройдете. Потому что вот в ЗАГС, меньше чем за 3 миллиона долларов, вы к нам не пройдете. Это не взятка. А просто на организацию всей компании надо потратить. Это что значит надо сделать? Вот подписи, как собирать? Вы не были кандидатом в народный депутат? Не были? Вот я был кандидатом в народный депутат СССР по национально-территориальному опыту, я знаю. В Неградском. И был кандидатом в Государственную Думу депутатов, тоже знаю. И я ходил и подписи собирал. На эти деньги, которые мне вывела. Организация, от которой я был рекомендован кандидатом. А вы думаете, что вы так вот находитесь? Один человек никогда не соберет столько подписи, сколько нужно, чтобы вас зарегистрировали. Нужно собирать очень много. Значит надо нанять много людей. Поэтому в буржуазном обществе дело делается так. Сначала выделяется там, скажем, 15 миллионов долларов. 5 миллионов сразу воруют. Для начала разговора. 5 миллионов нужно распределить между теми, кто будет ходить и организовывать весь этот сбор подписей. И дальнейшую агитацию. А еще 5 миллионов раздать тем, кто будет подписывать за этого кандидата. И тогда все спокойно вы соберете. Без проблем. Поэтому вы прекрасно понимаете реальных партий, что есть члены партии, они собираются. Вы видели? Реально. А партий много. А партий много. Что нужно, если я вам дал деньги, что я вам должен сказать? Что когда вам позвонят из регистрационной службы, вы должны сказать, я участвовал. Я писал заявление. Да, я помню, что я писал заявление. И я действительно член партии. Все, что нужно, все, что проверяется в современном российском обществе, применительно к тому, являясь членом партии или нет. Больше ничего от вас не требуется, чтобы вы сказали. Но если вы не сказали, то вы предъявили свою партию. Партия на вас рассчитывает. Наверное, вы понимаете, там, скажем, кого избрали. Кто? Кто больше денег собрал? Обама или его конкурент на выборы? Обама. Обама собрал, значит, он и победил. Да. Ну, так что надо сделать? Собрать деньги. Сначала. Что? Собрали деньги. Победили, не собрали деньги. Самое главное собрать деньги. У нас, например, более популярный, я вам не популярно рассказывал, у нас был профессор Рященко, который золотую медаль ВДНХ имеет за открытый социальный планет. Он очень популярно объяснял. Самое главное, в чем вот этот процесс? Нет. В собирании голосов? В собирании голосов на свою сторону. Он объяснял так. Деньги есть? Иван Петрович. Денег нет, пошел и слов. Нет, это понятно. Нет. В собрании голосов-то имеют немаловажную роль? В собрании голосов имеет немаловажную роль телевизор. У вас есть телевизор? Нет. Нет. Телевизор, может, у вас есть, но у вас нет. Нет то его вообще. Вот сейчас вот, видите, вот сейчас вот, если вот пойдет по центральному телевизору, будет один результат. А пойдет по региональному телевизору, будет второй результат. А если это вот мы с вами посмотрим, будет третий результат, мы трудуем и сагитируем. Видите, разница? Нет? Поэтому вопрос в том, у кого увеличительное политическое стекло. Вот у кого, кто располагает телевидение, кто это увеличит. У нас есть такие социологи, которые собирают там те, что вы думаете. Да лучше вы сядьте, посмотрите программу телевидения, и вы знаете, что к чему будут думать. А если нет? Месяц этого просмотра. Если нет, значит вам не надо идти в политику, потому что если у вас нет денег, проходите мимо. А если есть деньги, но нет телевидения? Если нет, есть деньги, но не хватает на телевидение, вам в политике делать нечего. Или вы должны объединиться в профсоюз, но профсоюз это не политическая организация, это не союз единомышленников. Ищите партию. А если создать свою партию? Создавайте. Я понял, что вы уже создали, и выступаете как идиолог. Какой-то степень. Но ваша она нелегальная, и только один человек... Она пришла в стадии России. В стадии становления, так говорится. Развиваться нечего. Создавление, да. Итак, значит, если мы рассмотрим способ производства как то, на чем базируется политическая и идеологическая настройка, мы получим что? Общественную экономическую информацию. И тогда на каждое общество, на общество в любой стране, мы можем посмотреть через эту призму и сказать, в какой общественной экономической формации это общество, это государство, это страна принадлежит. Много это или мало? Ну, вот, скажем, если я посмотрел, я вот вижу, это женщина, это мужчина, это мужчина, это женщина. Много это или мало? Ну, много или мало, но это существенно, правильно? Существенно. Хотя, раскрыть, так сказать, что бывает. Вот, скажем, некоторые говорят, что женщина глупая, а глупых мужчин, наверное, больше. Что значит умный, глупый? То есть, разные люди бывают. Разные люди бывают. Это не зависит от того, какой у вас пол. Точно так же. Точно так же. Это касается и всех других сторон жизни. Можно сказать, что у докторов женщин меньше. Это можно. Почему? А потому что свободного времени у женщин меньше на два часа в день, как минимум. Как минимум, потому что у меня последние данные, которым я располагал не в порядке мнения, как вы наставили, а в порядке знаний. То есть, в комплексной программе научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий, почему-то, который закрыл их спецхрам, я в спецхрам ходил и читал. Так вот, там записано, что по всем исследованиям на 70-е годы у женщин было меньше времени, на два часа в день свободного, чем у мужчин. Поэтому понятно, что по образованию, по высшему, полное тут равенство. Кандидатов в наук женщин уже меньше, а докторов намного меньше. Поэтому это еще раз подчеркивает, что в условиях социализма, то есть в низшей фазе коммунизма, равенства полного не может быть. И различия между городом и деревней, людьми и умственными физическими труда, и между мужчиной и женщиной, это социальные различия, а вовсе не какие-то там биологические или физиологические различия. Ну вот на этом мы лекцию заканчиваем, потом разбой через 10 минут семинар. Продолжение следует...